Мобилизационный потенциал в России бездонный, вот обеспечение армии хромает, особенно в вопросе техники. Поэтому Российская Федерация ищет новых союзников и склоняет старых к представлению большей помощи в снарядах и ракетах. Может ли Китай начать напрямую помогать России? Какие планы у оккупационной армии на нынешнее лето? И зачем россияне удвоили свои силы в терроре Харькова? Обо всем этом мы расспросили заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся. Смотрите. Михаил, мэр Харькова Игорь Терехов недавно заявил о том, что если американские политики не предоставят Украине военную помощь, то город рискует превратиться во второе Алепо. Российские оккупанты в последнее время активизировались в своем терроре Харькова. С чем это связано? Только ли с тем, что город очень близко находится к российской границе? Да, абсолютно. Это позволяет использовать российским войскам весь арсенал артиллерии и ракет, которые могут достигать дальности и, скажем так, даже тактической глубины. Для этого не нужно использовать какие-то дальнобойные дорогие ракеты, а можно обстреливать всем арсеналом тактических средств и достигать при этом максимального террористического эффекта. Ведь в западной прессе в том числе появляется много всяческих гипотез. Особенно мне понравилась гипотеза, что Россия сейчас может отрезать Харьков от остальной украинской территории. Ну, журналистам нужно смотреть на карты. Иногда когда кто-то пишешь, дело в том, что когда говорят, а вот смогут они взять, например, часа в Яр, вернее, а потом говорят, а смогут ли они отрезать, вернее, при этом они смогут отрезать Харьков. Ну, то есть масштабы совершенно разные. Здесь больше все-таки информационно-психологических операций, чем реальных возможностей России по атаке на Харьков. Но террористический эффект они будут пытаться усилить. Терроризм, он вообще занимается тем, что создает психологический импакт на население, на людей. То есть максимально не какой-то материальный ущерб или, например, ущерб военный, а именно психологическое давление для того, чтобы действительно создать в том же Харькове, во-первых, условия неприемлемые для жизни. Во-вторых, именно показать, что Украина не может защитить город, не может контролировать ситуацию. И все может быть, в том числе, например, и полная оккупация Харькова. То есть это вот такая сейчас ситуация. Я понимаю, что цели террора — это в первую очередь сам террор. Но если брать пример Авдеевки и Бахмута, там практически нет людей. Там не осталось ни одного уцелевшего дома. Россия это захватила. И что дальше? Ну, как раз в случае с Авдеевкой здесь можно найти военный смысл. Точно так же, как сейчас Часовьяр — это тактические высоты, которые дают возможность при их овладении получить выход на оперативный простор и добиваться других военных целей. В случае с Харьковом, ну, с Харьковом, ну, россияне уже пытались его взять в феврале-марте 22-го года. Не получилось. Дальше были различные операции, но завершилось все тем, что Украина провела свою известную Харьковскую операцию, которая отбросила россиян на значительное расстояние и деоккупировала большие территории. Сейчас военных возможностей у России, какие-то операции, которые она проводит на Донбассе, в России нет. То есть здесь хронологически можно, конечно, сравнивая, там жители выехали, все меньше и меньше жителей, невозможно жить, постоянные обстрелы и так далее. Но это чисто хронология и чистая аналогия без накладывания сюда именно тех военных приготовлений и военных действий, которые осуществляет Россию. В России сейчас нет группировок, которые были бы способны захватить Харьков именно на Харьковском направлении. В Белгородской области, в Курской и в других приграничных областях там находятся группировки, которые ровно предназначены для обороны российской территории, охраны этих территорий от дальнейших действий, например, российских добровольцев и повстанцев, от рейды на российскую территорию. Какой-то группировки для того, чтобы захватывать Харьков, нужно от 500 тысяч человек. Это минимум. Причем не просто это должна быть толпа, а действительно часть и соединения, которые должны реализовать эту задачу, эту операцию проводить. Таких группировок нет. Сейчас российская армия в основном сконцентрирована на Донбассе. У них есть задача политическая и военная, которая совпадает, захватить, оккупировать весь Донбасс. Этим они сейчас занимаются. Все остальные действия, они имеют отвлекающий характер. Ну, в случае с городом-миллионником, да, можно попытаться, сдавая, во-первых, вот это вот информационное давление, во-вторых, психологическое давление, в-третьих, давление, собственно, постоянным нанесением ущерба комфортной жизни. Ну, то есть в городе, в котором нет воды, электричества, не ходит транспорт, действительно тяжело жить и, в принципе, невозможно как-то работать и так далее. Естественно, люди могут решить выехать из этого города. Возможно, и такая есть цель превратить действительно, я думаю, что все-таки мэр Харькова имел в виду, когда он говорил о Леппо, именно вот эту ситуацию, что постепенными ударами, в том числе и авиабомбами Россия начала бить, постепенно превратить город в такую нежилую территорию, которую они не могут захватить военным путем, но они могут превратить его в развалины, где невозможно жить. Таким образом, просто превратить эту безлюдную территорию, уничтоженную. То есть здесь имеется, конечно, возможность такого сценария, поскольку Россия часто использует в том числе и такие вещи, как миграцию для того, чтобы давить и, например, на украинское руководство, потому что это вызов большой, если город-миллионник начинает вращаться в руины. Ну и Европа тоже, которая действительно имеет, скажем так, свое ощущение, свою усталость от постоянного возможного потенциального увеличения мигрантов из Украины, ну и из других регионов, конечно. Потому что и Ближний Восток сейчас начинает дальше зажигаться. Это означает, что новые волны миграции пойдут прежде всего в Европу. А это большая проблема для европейцев. И на этом Россия, конечно же, может идти. Учитывая то, что вы сказали, какими видятся планы российских оккупационных войск на летний период, я понимаю, что точно нам на 100% неизвестно, но можем ли мы предполагать? В принципе, точно известно, чем они хотят заниматься. Это все-таки полностью заплатить Донбасс. Здесь стратегический замысел России, он не поменялся. То есть с октября прошлого года они проводят операцию, которая должна привести к прорыву фронта, захвату Донецкой и Луганской области и созданию, по идее, еще и возможностей для продолжения наступления. Если это удастся, то, естественно, возможно рассматривать вопрос и по Харькову, и по Одессе, и по Киеву. То, что они мечтают очень долгое время. В принципе, главная задача – уничтожить украинскую нацию, украинские государства. Но они пока уперлись в определенные села на Донбассе. И да, говорить о том, какие у них планы и какие у них результаты, нужно смотреть на карту. Опять же, вот с октября они наступают. Какие изменения на карте? Да, уничтожили Авдеев, да, есть продвижение максимум на отдельных направлениях на 10 километров, на отдельных направлениях на 2 километра. То есть никакого оперативного прорыва у русской армии не получилось. И дальше у них расчет был простой. Если Соединенные Штаты не дают помощь Украине, это означает, что как минимум до конца года у России будет возможность продолжать активные наступательные операции, потому что Украина, в свою очередь, будет с трудом сдерживать по своему ресурсному обеспечению, потому что Европа будет предоставлять определенную помощь. Но этого не будет явно достаточно для того, чтобы надеяться на какие-то контротступательные операции или даже на эффективную защиту неба. То есть у нас может быть, если, например, мы представим, что Соединенные Штаты не приняли решение о помощи, у нас будут проблемы с системами ПВО и ПРО. Они уже сейчас есть, и это как раз из-за того, что американцы прекратили помогать нам ракетами и комплексами. Поэтому, если мы говорим о планах России, то планы минимум — это захватить Донецкую и Луганскую область и в случае отсутствия американской помощи продолжить наступление, надеясь на то, что, например, если приходит новый президент США, ему можно будет указать на то, что давайте уже заканчивать эту войну, будем давить на Зеленского, чтобы он подписывал, называем, мирные соглашения, ну, по-другому — капитуляцию на российских условиях. То есть вот такие планы. Но последние новости из Вашингтона, они все-таки обнадеживают. Не будем пока говорить, чтобы там не сглазить, но смысл в том, что действительно Трамп, как один из претендентов, главных претендентов на президентский пост, такое ощущение, что он решил изменить свой подход. До этого подход был, по-моему, такой, что республиканцы надеялись, что Байден проиграет в Украине. Это станет еще одним Афганистаном, и тогда шансы у Байдена победить практически. Но сейчас все время перенос решения по помощи Украине, он уже начинает бить по своему Трампу. И Украина не сдалась. Украина не допустила прорыва фронта. Повторюсь, Россия с октября практически не достигла никаких оперативных успехов. И это может говорить о том, что политтехнологии Трампа, его стратегии все-таки решили абсолютно на противоположную поменять стратегию, концепцию. И Трамп теперь должен стать лидером помощи Украине, показывая, что Байден был нерешительным в этом. А вот Трамп сейчас, и это видно даже по драфту законопроекта, и указывается, подписывается президенту США немедленно передать атакам с Украины. Это означает, что это будет представлено, как Трамп решительно помогает Украине и наставит на то, чтобы Украине передать все возможное вооружение, которое позволит в 2024 году, в том числе, приятно удивить, скажем так, русские войска на фронте. То есть, в принципе, не только обороняться и остановить наступление Донбасса, но и провести определенные наступательные, контрнаступательные действия, которые могут действительно поменять картину войны уже в 2025 году. Очень много разговоров было, что после путинских выборов в России публично объявят очередную волну мобилизации. Как вы думаете, почему этого до сих пор не было сделано? Или, не знаю, ждут инаугурации Путина, чтобы, так сказать, не омрачать праздник? Дело в том, что у России получилось создать систему рекрутинга, которая основывается на финансовой мотивации. И, к сожалению, у режима Путина хватает денег. У них удалось и 2022, и 2023 год пройти довольно-таки ровно. И не провалились они по доходам нефтегазовым, а это позволяет зарабатывать сотни миллиардов долларов, которые можно инвестировать, в том числе, в живую силу. То есть, последние данные из России говорят о том, что они начали за подпись контракта давать единовременную помощь, миллион рублей, это 10 тысяч евро. Ну, 10 тысяч долларов, скажем так, плюс-минус. Это означает, что, в принципе, где-то в депрессивных глубинных районах России таких денег вообще никогда не видели, а тут тебе на руки дают 10 тысяч долларов всего лишь за то, что ты подписываешь контракт. То есть, такой дьявольский договорчик. В принципе, ты подписал, дальше тебе дают форму, кормят, а потом ты оказываешься на передоволении, тебя убивают. В принципе, даже деньги тебе не надо платить. И это позволяет путинскому режиму не объявлять вот ту мобилизацию, которая очень испугала, на самом деле, путинский режим в сентябре 22-го года, который привел к массовому бегству. Там миллион человек сбежало с России. И это превратилось в такую социальную напряженность. Даже можно говорить о политических даже линиях напряженности, которой путинскому режиму сейчас совершенно не надо. Понятно, если нужно будет, этот диктаторский режим нагнет русских в любую позу. Но сейчас легче, пока есть деньги, легче выходить из ситуации, когда они набирают где-то 30-40 тысяч человек каждый месяц за счет подписания контрактов. Им этого хватает. Я просто могу, например, простую арифметику привести, что подписание контрактов 100 тысяч новых военнослужащих для России будет стоить всего лишь миллиард долларов. Миллиард. Для путинского режима это абсолютно приемлемые деньги. 100 тысяч человек это достаточно много. Таким образом, они могут игнорировать пока вот эту классическую репрессивную мобилизацию, когда нужно будет выдергивать людей из обычной жизни. И таким образом, им удается сохранять социальную стойкость за счет того, что они не трогают таких активных, активные слоя населения, особенно в Москве, в Санкт-Петербурге, в таких городах более-менее богатых. И пока эта война проходит в основном мимо вот этого активного населения. А забирается, выгребается в основном население депрессивных районов, которое, в принципе, денег не имело, и оно их не будет иметь, потому что они погибнут в Украине. Но за счет этого, в принципе, генералы получают достаточное количество живой сил. Если мы говорим о 100 тысячах контрактов, это выплаты, это зарплаты, это понятно. Но этих людей нужно одеть, обуть, накормить, выдать им оружие и технику. Вот с этим, как у России, обстоят дела? Вот с этим плохо. То, что мы видим на поле боя, вот эти вот черепахи, то есть аварены какие-то танки старые, Т-62, это Уралы, грузовики, которые явно не должны быть на передней линии, аварены сеткой и какими-то листами железа, гольф-кары, которые используются для доставки личного состава. И сам уровень профессионализма личного состава большинства. Да, есть специалисты, есть подготовленные, есть опытные солдаты, это очень много проблем. Но вот те уж формовые группы, которые выбрасываются на переднюю линию с целью каким-то образом заскочить в посадку и там закрепиться, первая волна не получилась, вторая, третья и так далее, говорит о том, что они как раз не вкладываются сейчас много в подготовку или, например, в бронетехнику. Ну, бронетехника там есть проблема, а тут вот если бы можно было танки так набирать, то есть платишь деньги просто и берешь танк. Такого не получается. ВПК России не справляется с тем, чтобы производить танки, не получается у них, потому что нет просто новых комплектующих и так далее. И получается только восстанавливать, ремонтировать танки, которые хранятся на базах. И с этим проблемы, потому что не хватает темпа. Поэтому вот появляются эти гольфкары, появляются эти уралы и так далее. Поэтому с техникой у них плохо. Живой силы, даже неподготовленной, к сожалению, пока хватает. И это им устраивает и генералов, потому что они бросают штурмы. Потери просто колоссальные. Так воевать нельзя однозначно. И так долго нельзя воевать. Но, повторюсь, у них сейчас окно возможностей. Как раз они нарисовали себе окно возможностей, пока США не приняло помощь. Они считают, что вот сколько они сейчас возьмут, столько и получится дальше использовать оргок США. Дальше будет сложно. То есть если США сейчас принимает решение о помощи, дальше будет сложно. Дальше Украина получает. Технику, самолеты, атакамсы и так далее. Абсолютно переворачивается обстановка. И тогда Украина уже будет иметь инициативу на поле боя. И там уже действительно просто бросание живой силы не даст эффекта. Нужно будет и технику, и артиллерию восстанавливать и так далее. Поэтому сейчас их устраивает ситуация, когда за деньги можно покупать живую силу и бросать ее в бой. А дальше посмотрим. Доказано, что военную помощь России оказывают Иран и КНДР. Это ракеты, это снаряды. На кого еще может полагаться Россия в этом плане? Или она может рассчитывать только на этих союзников? Может ли это быть Китай? Китай практически помогает. Но он помогает не военной техникой. Он, во-первых, участвует активно в производстве тех же боеприпасов Северной Кореи. То есть Северная Корея не обладает же ресурсами, достаточными для производства сразу 2 миллиона боеприпасов. Естественно, для этого нужно сырье. Для этого нужны компоненты, которые в Северной Корее физически может не быть. Нужны станки, в конце концов, и так далее. Всем этим может обеспечить Китай. Причем там очень интересная схема. Россия продает Китаю за юаней нефть. То есть в России есть юань, много юаней. Они инвестируют эти юани в Северную Корею, которая за эти же юани идет в Китай и покупает там сырье, порох, металл и так далее. И производит станки, и производит снаряды, которые отправляются в Россию. Таким образом, Китай как бы сам не поставляет эти снаряды в Россию, но таким образом поддерживает ВПК Северной Кореи, естественно, обеспечивает таким образом войска России снарядами, да еще и сам зарабатывает неплохо на этой цепочке. То есть фактически эти юани китайские крутятся и приносят исключительную выгоду китайской экономике, скажем так, мультиплицируясь в рамках этого цикла. Точно так же с Ираном происходит немножко другая схема, но Китай всегда принимает участие в том числе в поставках компонентов, в поставках микроэкономики. Да, это иранская продукция. Да, возможно, это двойное использование, какие-то микрочипы. Но в любом случае без Китая, без системной помощи, поддержки, не получилось бы России получать в Северной Корее столько снарядов или Ирану производить же сам машинеты, которые на самом деле, естественно, не из иранской микроэлектроники, уж точно стоят. Там, конечно, много западной техники имеют свой компонент, которые через третьи-четвертые страны приходят в Иран, в Россию. Но есть там и Китайская, конечно, участь, когда они помогают. Михаил, вам спасибо большое, что уделили нам свое время. Всего доброго, хорошего дня.